Ну и, несомненно, главное событие начала года в Одессе – это возвращение в родной город моряка Андрея Новичкова, старший помощник капитана, которого на днях освободили из иранской тюрьмы, 10 января наконец вернулся домой. Борьба за спасение одессита велась почти два года. После короткого общения с журналистами в аэропорту Борисполь Андрей сразу же отправился в Одессу, где его ждала бабушка, которая приложила максимум усилий, чтобы освободить своего внука. Подробная история спасения одесского моряка глазами корреспондентов программы «Итоги». Вот это мой друг, внук Андрей. Андрей Новичков теперь, пожалуй, самый известный одесский моряк. Почти два года наш земляк не мог вернуться домой. Он находился в Иране, где ему грозила смертная казнь. Ничто не предвещало такого развития событий. Как и все одесские моряки, он устраивался на работу по контракту в иностранной компании через фирмы, помогающие в трудоустройстве моряков. Андрей Новичков спешил. Нужны были деньги, так как тяжело болела его мама. Огромные суммы ежедневно уходили на лечение. После трех месяцев ожидания он все же ушел в рейс старшим помощником капитана на судно «Аризу» в государственной компании Ирана. Однако в пути в Южно-Китайском море случилось ЧП. Палубный матрос, иранец, выпал за борт. В его гибели без каких-либо доказательств обвинили Андрея Новичкова. За вменяемое ему преступление там полагается смертная казнь. Второй секретарь посольства Украины в Иране Виталий Заинчковский сообщил его бабушке Елене Вероновской, что Андрею выделили государственного помощника на суде. Но он, по словам дипломата, никак не отстоит интереса украинца в Иране. Секретарь МИДа посоветовал нанять частного адвоката. Ему нужно было заплатить 7 тысяч долларов, что и было сделано. Но результатов не принесло. Долгих 7 месяцев провел в тюрьме Тегерана одесский моряк Андрей Новичков. Доказательств его вины не было, но Новичкова из тюрьмы так и не выпустили. Со временем стало понятно, что у иранской стороны, организовавшей этот процесс, имеется свой мотив держать за стенках украинского моряка. Дело в том, что в Харькове за шпионаж был задержан гражданин Ирана Али Джедуэль. Дело приобрело исключительно политический характер. Иранская сторона требовала обменять своего гражданина на нашего соотечественника. Куда только не обращалась за эти 7 месяцев Елена Николаевна. Писала и международные организации, связанные с защитой прав моряков и прав человека. Верховному комиссару ООН, Международную хельсинскую ассоциацию, Федерацию по правам человека, Международную морскую организацию, Федерацию транспортных рабочих, ITF. Была на приеме у первого заместителя министра иностранных дел, приемной президента Украины, приемной омбудсмена. Ее переписка с посольством Украины в Иране представляет собой увесистую папку. Но результата, увы, не было. Из официальных инстанций в ответ приходили одни отписки. И тогда Елена Николаевна решила обратиться за помощью, как в последнюю инстанцию на прием к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Я обратилась к Сергею Васильевичу, подала пакет документов. Сергей Васильевич, ознакомившись с документами, будучи сейчас в Одессе, решил пригласить меня на прием, чтобы я ему изложила. Он пообещал, что он со своей стороны. И я надеюсь, что вот его мастерство дипломата и юриста даст возможность закончить дело. И так как он говорил мне, что будем встречать вашего внука в аэропорту по возвращению. Я на это надеюсь. Этот вопрос Сергей Кивалов сразу же взял под личный контроль. Дело сдвинулось с мертвой точки. Парламентарий направил несколько депутатских запросов в Министерство иностранных дел и обратился в Генеральную прокуратуру с требованием на наивысшем уровне разобраться в ситуации с задержанным иранцем Али Джедуэлем, которого Иран требовал обменять на Андрея Новичкова. Также состоялись две личные встречи с послом Исламской республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Манфаредом. В результате Андрей Новичков был освобожден из тюрьмы Эйвен и взят на поруки консула украинского посольства. К спасению украинского гражданина также подключилась народный депутат, представитель президента Украины Верховной Ради Ирина Луценко. Поддерживали Андрея Новичкова и тысячи одесситов, которые на протяжении всего этого времени выходили на многочисленные акции, чтобы спасти одесского моряка. На флешмоб в Кировском сквере пришли друзья Андрея и те, кто с ним не знаком. Поддержали акцию и студенты Одесской юракадемии, Международного гуманитарного университета, молодежная организация «Будущее Малиновского района», платформа «Будущее» и представители молодежной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова. Тем временем вопрос приобретал всеукраинский резонанс. Эта проблема громко прозвучала в стенах Верховной Рады на брифинге, в котором приняли участие Сергей Кивалов и бабушка пленного моряка Елена Вероновская. Я имею связь с МИДом Украины, звоню каждый раз второму секретарю, спрашиваю Заячковского. На сию минуту юридическое доказательство вины моего внука есть? Нет, мне отвечают. Юридического доказательства нет. Обращаюсь во много инстанций. У меня пакет документов 143 листа, куда я обращалась. Я ездила на личный прием к президенту, но принимал его помощник. Я ездила на прием к Клинкину, тоже принимал помощник. К амбудсмену. Все то, что мы обращаемся, они отписывают, что рассмотрев данный вопрос, мы отправили в МИД для рассмотрения. МИД один этот решить вопрос не может. Когда остро стал вопрос о месте проживания Андрея, так как судовладелец отказался оплачивать его пребывание в одной из гостиниц Тегерана, по ходатайству Сергея Кивалова была решена и эта проблема. Украинский моряк проживал в домах украинской диаспоры в Иране. Несмотря на имеющиеся показания экипажа судна о невиновности и непричастности Одесситок к произошедшей трагедии, он больше года находится под следствием и под подпиской о невыезде. Писали десятки депутатских запросов, обращались в Министерство иностранных дел. Я лично встречался несколько раз с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Иране. Мы обсуждали вопрос, связанный с освобождением Андрея Новичкова. Я встречался с генеральным прокурором Украины и обсуждал эту проблему, которая существует вот сейчас в отношении Андрея. Я хочу обратиться к президенту нашей страны с тем, чтобы он включился в этот процесс, потому что другого варианта нет. Мы все правовые рычаги испробовали, мы все сделали, только сегодня вопрос стоит за гарантом Конституции. По-своему обратили внимание общественности на судьбу Андрея Новичкова, студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юрокадемии. На восьмой станции Фонтана они организовали благотворительную акцию «Киновечер в поддержку земляка». Все собранные с киносеанса деньги они направили на помощь Андрею и его бабушке. Затем в поддержку Андрея Новичкова на сессии Одесского городского совета выступила депутатская фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. В сессионном зале присутствовала и бабушка моряка, которая, несмотря на преклонный возраст, продолжала делать все возможное, чтобы спасти внука. Было направлено очередное обращение представителю Министерства иностранных дел в Одессе с просьбой оказать содействие в освобождении Одессита, которому на чужбине грозит смертная казнь. Спустя несколько дней в Горсовете прошло заседание, в котором приняли участие руководители депутатских фракций Горсовета и единогласно поддержали решение проинформировать всех госчиновников и коммунальные службы о подписании петиции президенту. После этого Елена Николаевна снова была на приеме у Сергея Кивалова, где и сообщили о выделении финансовой помощи для оплаты адвоката. Кроме того, обсуждались дальнейшие действия. И уже в конце октября народный депутат встретился с президентом Украины, который обещал поспособствовать возвращению домой нашего соотечественника. Результатом многочисленных усилий стало то, что Петр Порошенко подписал указ о помиловании иранца Алиджи Дуэля. Благодаря этому стал возможен равноценный обмен украинца на гражданина Ирана. Эту радостную новость Сергей Кивалов лично сообщил Елене Вероновской в преддверии новогодних рождественских праздников 31 декабря. Вы с такой болью это все рассказали, я прочувствовал. Вы знаете, для меня это был вопрос номер один. Я ложился с этой мысли и поднимался с этой мысли, как помочь. Ради этого я вступил даже в группу дружбы парламента Ирана и парламента Украины. Я тогда имел возможность уже больше влиять. Я встречался с парламентариями Ирана. То, что вот сейчас произошло, что все-таки президент подписал с вашей Божьей помощью, подписал этот указ об помиловании этого иранца и что будут менять на Андрея, я счастлива, безумна, за что я вам очень-очень благодарна. За всю вашу действительно отеческую помощь, что вы прониклись с судьбой моего внука и приняли. Никто так не принимал такого участия. Я этого указа ждала как бы продолжение своей жизни. Вот потому что я не мыслила, что я не имею права умереть. Он у меня один, и я у него одна. Он приехать должен в свою квартиру, и я его должна встретить. 10 января украинский моряк Андрей Новичков, освобожденный из иранской тюрьмы, вернулся в Украину. Самолет с ним на борту прибыл в аэропорт Борисполь в 8 утра. Новичков отметил, что чувствует себя хорошо и физически, и психологически. На брифинге моряк поблагодарил всех, кто приближал день его освобождения. Сразу после брифинга Андрей отправился в Одессу, где его встречал единственный родной человек, бабушка Елена Вероновская. Она также вспомнила всех, кто помогал ей в спасении внука. Когда Сергей Васильевич приехал и знакомился с бумагами, он попросил, чтобы я приехала на следующий же день. У нас была длительная беседа, и он сказал, я как депутат обещаю вам, что я приложу все усилия, и мы будем встречать вашего внука в Одессе. А это все случилось, и на сегодняшний день он стоит на пороге своего дома. Кроме того, Андрей Новичков в очередной раз подчеркнул, что во время работы на судне профессиональное качество команды ставил превыше всего – палуба и место для выяснения личных отношений. Как у вас были отношения с этим парнем? То есть вообще какие-то были? Какие отношения? Ну, он все работает и все. Ну, не совсем работает, он ленивый. Рабочие, подчиненные, какие могут быть. Личные отношения я на работе ни с кем не строю, у меня разграничения с ними. Я отдельно, они отдельно. Все ясно, четко и понятно. Несмотря на колоссальное внимание к судьбе моряка со стороны СМИ и многих политиков, ситуация – не повод для политической рекламы, считает бабушка моряка. Те, кто действительно помогал решить проблему, вели кропотливую работу долгое время. На сегодняшний день есть много нерадивых политиков и средств массовых информаций, которые перед выборами хотят себе присвоить баллы за то, что они не делали. Много каналов и много политиков, которые освещают этот вопрос, не сделали ничего. Но на сегодняшний день самую громадную работу, которую юридически сделал, это Сергей Васильевич Кивалов со своим аппаратом, со своими помощниками. И благодаря ему Андрей сегодня возвращен. Когда я была у него на первом приеме, он сказал, Елена Николаевна, я обещаю, что правда восторжествует, и мы Андрея возвратим. Я не верила, что это произойдет, но, зная цель и юридическую сторону дела, Сергей Васильевич шел неотъемлемо вперед, за что я ему очень благодарна. И я, и Андрей понимаем, сколько сделано с Сергеем Васильевичем. Благодарю, еще раз благодарю за то, что мой внук, я счастлива, что мой внук теперь дома. На следующий день с Андреем Новичковым и его бабушкой встретился Сергей Кивалов. Парламентарий год боролся за освобождение незаконно задержанного в Иране одесского моряка. На встрече вспомнили все пройденные этапы, чтобы вернуть Андрея домой. Мы сделали все для того, чтобы поднять эту тему и для того, чтобы все услышали. А как по-другому? Ну, отмахнулись первый раз от бабушки. Она в течение года ходила, никто ее не хотел принимать, никто не хотел с ней разговаривать. А когда общественность поднялась, когда мы заговорили, когда я пригласил бабушку в Верховную Раду, и мы говорим, что помогите, и с трибуны Верховной Рады обратились к президенту. Тогда все услышали, тогда и Министерство иностранных дел услышало, и Служба безопасности, и контрразведка, и президент. Политик также подробно рассказал о том, как проходила его встреча с президентом Украины, после которой и был подписан указ о помиловании иранского гражданина. Я выступал от имени всей Одессы и просил его от имени всей Одессы. Одесса поддержала вас, и я имел полное право говорить об этом президенту страны. Освобожденный моряк в очередной раз поблагодарил всех, кто был неравнодушен к его проблеме. Встретились, пожали руки, спасибо. Спасибо, реально, спасибо за помощь. Как минимум, он все время поддерживал бабушку, помогал с спорами петиций, флешмобов. Спасибо, всем спасибо, и всем, кто присутствовал, Сергею Васильевичу, и всем, кто вообще отзывался, всем спасибо. Спасибо тем, кто помогал и тем, кто не мешал. Случай с Андреем Новичковым не единичный. Сегодня помощи и решительных действий от родного государства ожидают тысячи других украинских моряков, которые были вынуждены уйти в рейс под иностранными флагами и попали в беду. Сергей Кивалов – один из тех, кто последовательно оказывает помощь украинским морякам, которые попадают в экстремальные ситуации, находясь за рубежом. Нардеп создал рабочую группу по оказанию правовой помощи и защите прав моряков при юридической клинике. Также сделан еще один шаг к решению данной проблемы. Хабмин поддержал инициативу Сергея Кивалова и утвердил новую редакцию морской доктрины Украины. Следующим этапом должна стать ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве, прозванной Биллем о правах моряков.